Межсезонье Но не будем торопиться Эстонская Левадия, дебютант Кубка ФНЛ Для новичков кубок настоящий подарок Не нужно искать соперников на 5 товарищеских игр Не нужно подгадывать даты, искать поля, ехать в другой город Все уже готово Для нас связующим звеном с командой стал Сергей Парейко Бывший вратарь Роттера, Томии, Левадии Завершив карьеру, он остался в Таллине В Левадии он спортивный директор Никакой тренерской работы Для меня изначально было уже понятно, что я тренером не буду Это не мое Ввиду моей эмоциональности я понимаю, что в какой-то момент я не смогу сдержаться А тренерская должность – это такая ответственность, когда нужно больше анализа и меньше эмоций На тренировке звучит русская речь, а реже – эстонская Английская – с сильным акцентом, потому что чаще всего это тренер Серп, который за 10 лет выработал в Африке, и в Китае, и на Мальте В первый раз мы участвуем в Кубке, много ждем от него Все это звучит очень интересно, выглядит интересно Посмотрим, что может дать нам Кубок ФНЛ Обычно ты должен искать соперников для товарищеских матчей А здесь турнир, очки, состязания В межсезонье – это ведь подготовка к чемпионату, и турнир очень кстати В принципе, мы на трех языках разговариваем – английский, эстонский и русский Поэтому коммуникабельность присутствует между всеми И у нас на основе этого нету группировок Потому что, на самом деле, командный дух очень высокий И тренер поставит во главу задачу вообще Все время слышны подбадривания Тренер постоянно дает советы, будто вручную управляет футболистами Весь тренерский штаб под стать ему Тренер и игроков просят все время давать информацию партнерам Со стороны тренерского штаба, людей, которые вокруг команды Создается такая аура, которая ребятам дает такую энергетическую силу Быть, находиться, хотеть быть Поэтому здесь важно, каждый чувствует себя частью коллектива, а не оторванным И у нас не критика, а у нас такая, знаете, больше информацию доставляется игрокам Чтобы они понимали, над чем нужно им работать И самое важное, что это не критика, а именно информация для размышлений Самый заметный игрок для российского болельщика Дмитрий Круглов Эстонец, играл за локомотив, кубань, торпеда, хотя играл немного Но разницу между школой российской и эстонской чувствует В России всегда уже было принято, что несколько сборов до чемпионата Постоянно в течение двух недель двухразовые тренировки, игры постоянно такое В Эстонии от этого ушли почему-то Большинство команд тренируются фактически в одноразовом движении Не знаю, какая цель там, избежать травм или еще чего-то Но от этого ушли Нападающий ротора Роман Янушковский Лучший бомбардир турнира Три игры, три мяча И ротор вместе с ним добился удачи во всех трех матчах Скоростной, разноплановый Это ценилось во все времена Играет и в полузащите Родился в Казахстане Сын футбольного тренера У меня отец тренер В Москве в футбольной школе смена был И как бы я с ним постоянно с пяти лет занимался, тренировался Там все, как бы, по его стопам пошел На Кубке ФНЛ красивых голов немного В основном трудовые, в тяжелой борьбе Поэтому гол Янушковского после дальнего удара Будет в списке лучших на Кипре Я решил, когда обработал мяч, что надо бить поворотом Потому что здесь, как бы, отец говорит И все, как бы, семья, да и тренер постоянно, надо бить больше поворотом Ну вот, решил, принял и пробил Так получилось, что забил хороший гол Играть, страсть, самое главное, желание, чтобы было Потому что футбол, как бы, это шоу Не просто зациклиться на что-то А, как бы, играть красиво, скрепощенно Ротуру в третьей игре противостоял пюник Андрея Талалаева Смотреть игру армянского клуба приехало руководство Но оно увидело только гол в свои ворота Камиль Мулин, 1-0 Муром из ПФЛ боролся с Мордовией До последнего, но уступил 1-2 Александр Закускин образцово исполнил штрафной Мурома Группа Б Тюмень обыграла Ригу, 2-0 И могла претендовать на первое место Это было возможно, но в случае поражения Шинника Но Шинник с Чертанова справился так же уверенно 2-0 И команду Александра Побегалова не догнать никому Что же получается? Итоговое положение в группах А и Б Согласно регламенту в полуфинале сыграют Ротор и Шинник Сегодня на Кубке ФНЛ развязка в группах С и Д Об этом мы расскажем завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин